ну что запускай шарманку я готов а мы уже пишем всем привет меня зовут иван лучков сегодня мы говорим про кроссовки сяоми miss nickers 2 к слову распаковку эти кроссовок я уже делал на своем канале если вы смотрели то знаете что я приобрел себе две пары кроссовок в черном цвете и фиолетовые фиолетовых я уже хожу несколько недель успел в них побегать съездил в них в мадрид в дико жаркую страну там где температура на солнце было 42 градуса и в принципе комфортно себя в них чувствовал то есть я не буду сказать что не сильно жаркие то есть я в них спокойно хожу летом и более-менее неплохо и подошва дышит и сам корпус как бы в эту чехол кроссовка он тоже дышит сегодня вкратце расскажу вам о них но прежде чем приступить к обзору этих кроссовок хочу внести некоторые нюансы понимание да мы снимали с вами кроссовки первого поколения сяоми умные кроссовки многие люди их купили приобрели до сих пор в них ходят да и я тоже тренируюсь в этих кроссовках эти у меня сейчас сугубо как прогулочные и многие люди смотрят на них говорят да что это типа за бред сейчас за 50 баксов можно купить себе нормальные кроссовки adidas либо nike но знаете если говорить откровенно то какие кроссовки nike вы купите себе за 50 баксов либо же adidas это будут скорее всего какой-нибудь сток либо же какие-нибудь кроссовки позапрошлогодние да и то самые дешманские то есть в любом случае выбор кроссовок за 50 баксов среди дорогих брендов он весьма ограничен согласитесь то есть если вы будете выбирать то будете как говорится находить остатки объедки хотел сказать ну просто остатки в любом случае хорошие кроссовки которые вы сейчас можете купить себе брендовые кроссовки начинаются с отметки 120 баксов вот если хотите зайти в магазин и чтобы у вас был нормальный выбор я говорю про европейские магазины говорю не про наши магазины в которых наценка 200 300 то и 500 процентов про европу там где вы заходите фирменный магазин до 100 120 баксов вы можете купить себе adidas nmd какие-нибудь nike и так далее и тому подобное эти кроссовки в китае стартовали с отметки 31 доллар 31 бакс естественно у перекупщиков они стоят дороже не стоят 50 баксов но даже за эти деньги они целиком и полностью соответствуют заявленному качеству и они спокойно по качеству тягаются и по удобности с кроссовками за 150 за 120 даже за 200 баксов по внешнему виду но такой спорный момент даже первые кроссовки были не то чтобы реплика и на какие-то популярные бренды но когда задаешься вопросом а что же именно компания сяоми скопировала и у кого скопировала тоже однозначно нельзя сказать потому что если посмотреть на общий рынок кроссовок до беговых кроссовок прогулочных кроссовок то там все друг у друга ты ряд то есть сейчас nike adidas и new balance и очень часто повторяют какие-то дизайнерские элементы вот эта вот штука в виде носка и прочие вещи встречаются абсолютно у всех поэтому нельзя однозначно сказать а какие именно кроссовки копировали у сяоми ну вот как бы вот такая модель получилась кстати напоминаю что это делает кроссовки не сама компания сяоми а их суббренд который называется мидзя вторая очень странная вещь эти кроссовки в некоторых пресс-релизах называются просто сяоми смарт сникерс 2 а в некоторых называются просто сяоми сникерс 2 так вот точки зрения смарт здесь нет ничего умного возможно сяоми планирует выпустить в дальнейшем умную версию эти кроссовок с шагомером как это было с первой моделью но как показала практика этот шагомер но на самом деле он на хрен не нужен в кроссовках есть mi band есть смарт-часы которые сейчас многие люди носят и еще иметь какой-то трекер в кроссовках надеяться что он будет показывать количество шагов ну точнее но тоже не очень корректно потому что то бывает забываешь его вытащить после стирки то вставляешь меняешь батарейку то в аэропорт заходишь они начинают пищать я отказался целиком и полностью от трекера в первой версии кроссовок использовал их как обычные тренировочные кроссовки как обычную обувь поэтому когда ко мне пришли эти кроссовки без так называемого умного трекера я особо не расстраивался потому что у меня не было цели купить себе кроссовки умные я просто купил себе доступные кроссовки и сейчас в двух словах я вам расскажу что они себя представляют конструктивно погнали и так mi snickers изготавливается с использованием так называемого процесса uni molding это означает что подошва состоит из пяти различных слоев и типов материалов которые заключены в одну форму каждый из слоев разделяется с использованием тонкой полиуретановой пленки прессованной и склеенной поскольку компоненты спрессовываются вместе с формой получается что здесь нет какого-то элемента клея и кроссовки сами по себе довольно неплохо собраны вот этот сам процесс прессовки подошвы по словам компании сяоми обеспечивает более устойчивое восприятие ноги и кроссовка то есть они созданы для бега да это именно беговые кроссовки если посмотреть рекламные материалы то они позиционируются как спортивная обувь это кстати и видно по подошве и здесь первое отличие от самой первой версии кроссовок здесь полностью жесткая подошва которая обеспечивает очень хорошее сцепление с асфальтом либо с любой поверхностью если вы помните в первой версии кроссовок здесь была в основном пена скользкая пена и пару ставочек для вот нормального сцепления здесь же поработали над этим то есть они вообще теперь не сказать ни на какой поверхности прям как трактор впиваются и обеспечивают хорошую вот такую вот опору и отдачу. Промежуточная подошва изготовлена с использованием материала под названием Infuse. Ее разрабатывала знаменитая компания DuPont. К слову, компания DuPont принимала участие в разработке первой версии кроссовок. Этот материал может значительно повысить упругость подошвы. Верхняя часть Mi Snickers 2 изготовлена с использованием так называемого трехмерного, бесшовного, высокоупругого вязания. То есть в прямом смысле слова у нас здесь получается вязанный носок. К слову, Xiaomi утверждает, что именно использование такой технологии позволяют делать с этими кроссовками что угодно и спокойно бросать их в стиральную машину. Якобы вообще ничего не произойдет. Да, носок сам очень-очень эластичный. Я попросту вообще даже не завязываю шнурки. У меня постоянно затянуты. Их просто надеваю, у них как резинка растягиваются и опять обволакивают подошву. И здесь также используется подобная схема, как и в первой модели. Видите вот эти ребра жесткости, которые слиты вместе с вот этим вот защитным каркасом. Получается так, что шнуровка сама и вот эти вот эти ребра жесткости, они идут вокруг подошвы. То есть они не просто так вот сюда заканчиваются и все. Вокруг подошвы полностью идут. И когда вы затягиваете кроссовок шнурками, они целиком и полностью вот так вот сжимаются. Теперь про удобство. Если сравнивать эти кроссовки с первой моделью кроссовок Xiaomi, они действительно сильно отличаются. Они отличаются ни в лучшую, ни в худшую сторону. И просто если сравнивать две пары кроссовок, то первые можно отнести как просто к прогулочному решению. А эти кроссовки действительно больше заточены на бег. У них более упругая подошва. И когда вы в них ходите, они как бы знаете, такие очень упругие. Они как будто пружинят. Я вот даже когда шел в них по аэропорту, со мной шел парень, он не мог меня догнать, потому что они как будто вот напрашиваются, чтобы в них бежать. Они прям отталкиваются и толкают вас вперед. Я не знаю, насколько это будет удобно с точки зрения долгих просто прогулок и повседневного использования, хотя я привык использовать разные кроссовки. Я хожу и в баскетбольных кроссовках, и в обычных попсовых кроссовках. Все они очень сильно отличаются. Да, особенность беговых кроссовок в том, что они вот такие более жесткие, более упругие. Поэтому прежде чем выбирать себе ту или иную модель, ориентируйтесь не только на внешний вид, а они действительно отличаются. Они более элегантные, более тонкие, более такие знаете, более заостренные, чем первая модель. Но еще вот на такие свойства, как бег, не бег, ходьба, не ходьба. И опять-таки, ребята, по качеству вообще нет никаких претензий. Даже если вы их покупаете за 50 до 60 баксов, это топчик. Если вы их каким-то образом найдете в Китае за 31 доллар, что на самом деле большая редкость, потому что они в основном продаются сейчас у перекупщиков. То есть в официальном истории их очень тяжело заказать, потому что ажиотаж их просто раскупают. Кстати, признаюсь, перед тем, как заказывать себе эти кроссовки для обзора, мне в Телеграм написало огромное количество моих знакомых, которые там занимаются разными делами, которые продают смартфоны, там, не знаю, люди из родницы. И они были даже раньше у обычных людей. То есть после моего первого обзора кроссовок люди увидели, что Xiaomi выпустили вторую версию. И даже не дожидаясь обзора и какой-то рецензии, просто люди полно заказывали себе их. Они перешли в Одессу, Украину, в Россию. Люди в них до сих пор ходят. Я думаю, вот это я опоздал и как-то упустил. Заказал, пользуюсь, как сказал, уже ношу сейчас более яркую летнюю модель. Черную оставил себе немножко, но попозже. Я думаю, что даже для ранней осени, недождливой осени, они будут ок. Ну, просто сама конструкция в виде носка, то, что оно как бы сеточкой сделано, конечно же, в мокрую погоду не позволит их носить. Только в сухую погоду, либо же в зале. Рекомендую ли я их для покупки? Безусловно, рекомендую. Тут вопрос теперь только в том, нравится вам их дизайн или не нравится. Есть люди, которые говорят, что ну, так себе, да. Есть люди, которые прям смотрят, говорят, ну, ничего себе, там, прикольно даже. Я даже был прикол, когда был в Мадриде на презентации Xiaomi A2. Я стою в этих кроссовках, и один из блогеров подошел ко мне и говорит, а, ну что, где там твои красавки Xiaomi, что ты в них не ходишь? Я говорю, так, я как бы в них. Он такой, да ладно. Смотрит такой, говорит, это Xiaomi кроссовки. Я говорю, да, это кроссовки Xiaomi. И такой, раз, что-то там разглядывает, ходит вокруг, смотрит. Вот такая реакция публики. Поэтому рекомендую ссылку, оставлю, где покупал. Кэшбэк обязателен, потому что на такой сумме приятно всегда вернуть деньги. Экономьте, возвращайте бабки после покупок на кэшбэке, и все у вас будет хорошо. Отличный, отличный выбор. Пока. Пока.